Падение цен на нефть может привести к мировому финансовому кризису. В начале января цена на нефть опустилась ниже 50 долларов за баррель. Для мировой экономики такая ситуация представляет большую угрозу. Согласно прогнозам аналитиков, избыток предложений и слабый спрос на рынке нефти приведут к дальнейшему падению цен на черное золото. В США под ударом оказались компании, специализирующиеся на добыче сланцевых нефти и газа. В погоне за прибылью крупные и мелкие компании брали большие кредиты на добычу сланцевого газа. Теперь, когда цена на черное золото опустилась ниже 50 долларов за баррель, их долг, по различным оценкам, составляет около 200 долларов миллиардов. В основном займы осуществлялись за счет облигаций, выпущенных на Уолл-стрит или лондонской бирже. При существующих ценах на нефть многие компании не смогут оплачивать свой долг. Для покрытия расходов им необходимо, чтобы цена на нефть составляла от 60 долларов до 100 за баррель. По словам экономистов, неспособность заплатить по долгам, а также рискованные сделки на нефтяном рынке, которые, вероятно, заключали банки и корпорации, могут привести к коллапсу на мировых финансовых рынках, как это уже было в 2008 году. Проблемы начинаются в одной сфере, например, в сфере добычи сланцевого газа в Северной Декате или Техасе, однако постепенно охватывают весь мир. Это напоминает 2008 год, когда в США случился кризис на рынке субстандартного ипотечного кредитования. На приобретение жилья людям были выданы кредиты на миллиарды долларов, которые они не могли выплатить. Впоследствии это переросло в мировой финансовый кризис, считает экономист Ричард Вольф. По состоянию на утром 7 января стоимость барреля нефтемарки Brent на лондонской нефтяной бирже составила 49 долларов 99 центов, это самая низкая цена с 2009 года. Подписывайтесь на наш канал, последние новости Мира ТВ. Продолжение следует...